Здравствуйте, дорогие мои любимые и самые замечательные. Сегодня подкаст «Как закрыть гештальты». Подкаст я пишу 3 октября, и сейчас в 18.00, и через 6 часов будет мой день рождения. И не просто так я решила записать этот подкаст. Потому что закрыть гештальт перед днём рождения – это самое важное, что нужно сделать. Давайте поговорим, почему важно перед новым этапом закрыть гештальты. Итак, не буду ставить сегодня обычную музыку. Сегодня вся музыка про день рождения. Happy birthday to me. И совсем-совсем скоро у меня 38. Что делаю я сегодня? Ну, во-первых, я сегодня голодаю, потому что сегодня четверг, и я голодаю по четвергам, очищая при этом свой организм. Я однозначно понимаю, что я должна сегодня закрыть все свои обещания. Что я сделала, например, сегодня? Когда я летала в Америку, это было 3 месяца назад, 2 месяца назад, я купила там телефон, и через месяц буквально я его разбила. И ходила с треснутым экраном, и всё откладывала, откладывала, откладывала. Сегодня тот день, когда я решила закрыть, например, гештальты по разбитому телефону. Понимаете, да? Вот о чём это закрыть гештальты. Нужно доделать те дела, которые не были доделаны. Очень важно в жизни, и не обязательно только перед днём рождения, очень важно перед новым этапом закрыть все эти гештальты. Вспоминайте, где у вас есть незавершённые отношения, незавершённые договорные обязательства, может быть, недовыплаченная зарплата, недоотданные долги. Очень важно закрыть гештальты. Очень важно идти в свободе. Очень важно действовать, начинать новый этап, когда у тебя закрыты хвосты. Поэтому прямо сейчас я очень вам рекомендую вспомнить, что у вас есть незавершённого. Это могут быть обещания к самим себе, это могут быть обещания другим людям. И уже либо простите себя и простите других людей. Но главное, закройте, закройте все эти дырки, закройте все эти надежды. И может быть, вы действительно надеялись, что когда-нибудь померитесь с Ваней, сегодня примите решение, что с Ваней вы уже не померитесь. И это конец отношений. Может быть, вы каждый раз надеялись, что вы с понедельника начнёте, не знаю, правильно питаться. Но признайтесь себе, что понедельник для вас – это день, когда надо поспать. Отпустите себя, перестаньте себя за это, например, ругать. Может быть, это время, когда нужно, наоборот, принять решение, что пора, наконец-таки, начать отжиматься по утрам или бросить пить алкоголь. Вот главное понять здесь, в этой точке, что есть какие-то вещи, которые вы можете отпустить, а есть какие-то вещи, которые нужно доделать. И доделайте их, пожалуйста. Может быть, я не знаю, вы всё планируете достать тёплые вещи с верхней полки, и никак не дойдут руки. Возьмите и доделайте. Понимаете, может быть, вы всё никак не могли выбросить этот цветок, который стоит уже засохший, или, не знаю, искусственный цветок, который вам всё было жалко выбросить. Может быть, надо сделать это. И знаете, вот эти мелкие вещи, которые, казалось бы, мелкие, да что там выбросить цветок, выбросить кофту, которую три года не ношу, не знаю, там, простить уже этого Васю и отпустить, починить, наконец, мобильный телефон, купить новый чайник. Кажется, что это такие мелочи-мелочи, но из мелочей строится наша жизнь. Запомните главное. Из мелочей строится наша жизнь. И если вы сможете организовать мелочи вокруг себя, то вся ваша жизнь в глобальном смысле может измениться. Каждая ваша привычка, каждое ваше малейшее движение составляет вашу жизнь. Что такое там сто раз отжаться, ну или там, не знаю, десять раз отжаться в день, завести себе такую привычку. Бац, и смотришь, через два месяца у тебя уже красивый рельеф. Ну что такое там постоять в планке в семь утра одну минуту, бац, и смотришь, через четыре месяца у тебя рельеф на твоем прекрасном животике и рельеф в твоем прекрасном кошельке, потому что ты стоял вместе с тысячей людей. Заведите себе важные привычки. Я однозначно могу сказать, что львиную долю моего успеха составляют мои правильные, глобальные, важные привычки. Дам вам мой лайфхак, как я привычки эти выдерживаю. Я загадываю желание. Я четко понимаю, если я сто дней сейчас буду, не знаю, протирать лицо льдом, то такое-то желание исполнится. За сто дней я вырабатываю привычку каждое утро протирать лицо льдом. Потом смотришь, бац, молодая, красивая, 38, а выглядит на 29. Шучу, шучу. В общем, понимаете, да? То есть что я хочу вам сказать? Вам ваша задача однозначно закрыть гештальты. Ваша задача завести себе важные привычки. Ваша задача отмечать день рождения не только в день вашего рождения, а отмечать день рождения каждый день и максимально проживать вашу жизнь. Сегодня 3 октября, и совсем скоро мне исполнится 38 лет. Сегодня я выпущу пост о том, что бы я сказала себе, там, новорожденный, себе пятилетний, себе 12-летний. Но самое важное, что я бы сказала себе, вы знаете, живи жизнь на 100, не упускай ни одной минуты, потому что ты не успеешь оглянуться, и тебе будет 38, 48, 58. А жизнь настолько сейчас прекрасна, у нас сейчас настолько много возможностей, что важно проживать ее на все 100, проживать нашу жизнь на 200. Поэтому не теряйте ни один, ни одно мгновение, не теряйте ни одну секунду. Живите, мои прекрасные, живите на 100, живите на 200. И каждый день, каждый-каждый день отмечайте свой новый день рождения. Люблю вас бесконечно. Получится такой немножко сумбурный подкаст, но мне кажется, очень важный. Надеюсь, передала вам энергию, передала вам любовь, передала вам счастье и хоть как-то зарядила. Субтитры сделал DimaTorzok